Василиса Ушакова, теперь с этого лета тоже, Сергей Испалов, Ирина Ушаков, как у нас принято на этих встречах, он теперь просит именно так к нему обращаться, Максим Гудков, Мария Бакрасова. Помни, пожалуйста, фамилию. Бортман, прости, пожалуйста. Степан Бортман. Да, такое бывает, я очень волнуюсь, когда вижу красивых девушек, таких красивых как Яна Бортман, давайте еще раз поаплодируем ей. И Роман Гадаев. Вот все артисты находятся сегодня здесь. Руслан Равильевич с нами может быть заочно по телефону через народного артиста Максима Гудкова. Один вопрос можно будет. Самый лучший вопрос. Мы позвоним Руслану Равильевичу Кудашову и его зададим именно ему. Я напоминаю, что наша встреча проходит очень просто. Если у вас есть вопросы, вы поднимаете руку, представляетесь. Я отдаю микрофон вам, и вы задаете ваш вопрос тому, кому хотите его адресовать. Собственно говоря, вот так все происходит. Поэтому, если у вас есть какие-то пожелания, вы их тоже можете высказать. Вот я вижу, что... Может, без микрофона, я думаю? Нет, нужно. У нас просто идет ее трансляция. А, да, меня зовут Наталья. Ну, вообще, у меня вопрос был к режиссеру, конечно. Я даже сейчас не знаю, кому его задать. Максиму Гудкову. Максиму, ну, хорошо, давайте Максиму. У меня будет единственный вопрос. Почему Библия? Почему трилогия, Библия? С чем это связано? Да. С чем связан такой выбор? Мы выходим на связь. Мы не знаем ответственное вопрос. У вас что-нибудь по камере сделает? А? Мы можем рассказать, почему. Давай попробуем. А, ну, позвоню, когда камер. Хорошо, ну, вот он мне берет руку, наверное, он через камеру знает. Почему Библия? Почему Библия? Да, ну, я сейчас буду от имени Руслана Равильевича рассказывать. Я, друзья, меня поправить, если я буду ошибаться. Руслана Равильевича в какой-то момент стали возникать определенные философского толка в вопросах к этой жизни. Вот, и, ну, Библия, как-то, один из основополагающих таких текстов в жизни вообще как-то человека, да, то есть, ну, христиан, я не знаю, мы будем только за христиан говорить, но. Вот, и ему попалась когда-то книга Питера Крифта «Три толкования жизни». Жизни, «Три толкования жизни». Там рассматривались, по-моему, как раз книга Иова рассматривалась, и еще какие-то тексты Библии, и... Тексты, песни и резервы. Да, именно так и есть, да, там, да, все, значит, я просто думал, может, он сам что-то придумал. Нет, все за книжки нельзя. Вот. Вот. И у него, его личный философский какой-то кризис, можно так сказать, ну, он говорил об этом, был какой-то очень тяжелый такой этап, осмысление существования на Земле, и трогали, и бам-бам-бам. Вот. Появилась эта книга, она его заинтересовала, и таким образом, пытаясь как-то для себя ответить на эти вопросы, ну, так как он режиссер и художник, он стал вместе с нами искать ответы на те вопросы, которые ставит Библия, и которые, ну, которые, вот, были каким-то образом развернуты в книге Петра Крифта. Вот. Ну, вот, примерно так, да? Режиссер на связи. Руслан, вопрос такой. Почему все-таки Вы решились ставить Ветхий Завет? Почему Библия? Почему Библия? Руслан. Потому что было очень больно. Дальше, Руслан. Все. Это выраста, то, что он сказал. Просто было очень больно. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Вам, всем зрителям, большой привет от режиссера. Спасибо. 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 Иов – это была чисто постановочная часть, где все было распределено, нам дали роли, и уже была декорация, мы пришли и репетировали. Ну, на первом этапе все равно мы какие-то чудеси делали. Да, конечно. Ну, в итоге основная часть работы проходила так. И я, к сожалению, не помню «Экклесиаст», извините. Но «Песнь песни» – это жизнь, как любовь, книга Иова – это жизнь, как страдание, а «Экклесиаст» – жизнь, как суета. А у книги, наоборот, там описано сначала идет книга Иова, потом «Экклесиаст», «Суета», а потом «Песнь любовь». Да, поэтому… Мы в другом порядке. Да. Сегодняшний спектакль, он, как бы, очень понятен, так сказать, по структуре, да, и вот я вспоминаю спектакль «Песнь песни», там сплошная, на мой взгляд, пантомима, и в обоих спектаклях совсем мало кукол. Театр ведь кукольный, там все без… Здесь, так сказать, актеры разговаривают, и практически я специально прочитала эту часть книги Иова в Библии, и как бы по тексту все совершенно понятно. А вот в спектакле «Песнь песни» там очень сложная, так сказать, пантомима, и она не очень, на мой взгляд, понятна, понимаете? Вот как тот-то спектакль рождался, но вот это в общем, понимаете, ну, это нужно как-то структуру спектакля было построить, чтобы было, так сказать, как-то, ну, развитие, что ли, какое-то движение. А здесь актеры бессловесные, да, сплошная пантомима, понимаете? И очень непростая, да, осмысление, я бы так сказал. А ваш вопрос? Вот, 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 вот. Он касается «Песнь песни», да? Да, 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 вот про этот, с командами. Я думаю, что Сергей Беспалов будет отвечать, он всегда отвечает на сложные вопросы. Вопрос действительно сложный, спасибо за него. Почему кукольный театр вообще и Библия, да? Потому что театр кукол, да, вообще кукольный театр — это такой маленький домик, и там куколки играют. А театр кукол — это театр, который рассматривает объект человека как объект. Поэтому, по сути, человек в какой-то степени кукла в руках Бога, так как человек создал куклу, чтобы порассуждать о себе. И как мы знаем, якобы, по крайней мере, да, что мы созданы по подобию Божьему, да, то, в принципе, это театр кукол, абсолютно. Что говорить об образах, да, которые показались вам пантомимой, они действительно рождались по-разному, потому что, на самом деле, чтобы любить, не нужно говорить часто. Хотя там достаточно много текста произносят те ребята, которые входят в это пространство и пытаются постичь это вместе со зрителем, да. Песни-песни — сложная книга в том смысле, что там нет сюжета, действительно, если её читать. Но есть некий ассоциативный ряд, постоянный поиск возлюбленной своего возлюбленного. И поэтому вот эти многократные какие-то вроде бы повторения, да, рефрены вот этих диалогов, которые, по сути, в какой-то степени пантомимичны, но везде участвуют объекты практически как артефакты человечества. Вот. И это, по сути, пластический диалог. Не совсем пантомима, но пластический диалог. И они повторяются в разных планах. В кукольном он там, по сути, как условный план, да, создан, когда откапывают вот эти, если вы помните, да, кукол, которые тоже повторяют этот же путь поиска, опять они бегут навстречу друг другу и, конечно, смертенно. Всё брушает, да, плотское. Но почему-то опять это нарождается в другом образе, в другом художественном выражении. И, по сути, это такой, можно сказать, перевод вот в такой язык. И, в принципе, он визуальный язык, он именно свойственен театру кукол. Это поэзия образа, без слов, если это возможно, да. Вот. В целом, всё. Я думал, что не стало проще, да, после этого ответа, но очень интересно. Не стало проще. А вот девушка хочет тоже задать вопрос. Да, здравствуйте, меня зовут Валентина. Здравствуйте, я завладела микрофоном. Я хочу сказать, что вот, а вот я, знаете, на песне-песне, я в ней была два раза. И первый раз я просто, я, наверное, минут с десятой начала рыдать и просто рыдала. Потому что это не про ум вообще и не про слова вообще. Это настолько материальные, настолько душевные. Вот эти вот гранаты, вот хлеб, вот этот, который... Ощущаешь. Да, то есть это глубже, это не про ум, это ты чувствуешь. Ну, начинаешь как бы, да, чувствовать всем телом. И вы знаете, конечно, это такая великая смелость. Вот такой образ, такой сочный, такой крупный, так глубоко от себя берущий. И совершенно, ну, непоязненно показаться смешным, да? Каким-то, не знаю, банальным. Нет, а смешно никто и не говорит. Вот, ну, в общем, спасибо вам большое. И, наконец, я посмотрел всю трилогию. Вот, по-моему, нет ни одного, да, актера, который противоречащего играл. Я хотела просто спросить, может быть, вы знаете, а, ну, не жутко было играть противоречащего? А, вот почему. Вот, Мария Владимировна. Мария Владимировна, да. Существа задачи. А там просто... А что, нет ни одного моего партнера? Нет, мы исполнители. На это нельзя смотреть, как бы. Я хотела сказать, что спектакль, песнь, песнь — это спектакль ощущения. Его нужно ощущать. Его не надо головой, ничего не понятно. А, не знаю, было вам страшно или нет, но Руслан Равильевич ставил такие задачи, что там нету, ну, знаете, такая уже тонкая грань, что я в песнь-песнь играю бабку. Тоже было страшновато, вот это вот. Но, нет, просто мы исполнители. Мы делаем свою работу, правда? Мы не задаемся, что я там зло какое-то. Нам дается конкретная задача, мы ее исполняем. Прямо роль так названная. Исполнители, да. Вот эти три черных персонажа? Роль называется? Исполнители. Бывает, что мы когда-то назвали, там, противниками. Есть бездействие, ну, как бы, с вами. Вот такая. Мой адвокат и бюро. Это как у Булгакова, да? Ну, что же это есть? Он только должен делать эту работу. Я не помню. Говорит о себе. Да. Но вот вопрос ко всем актерам, потому что исполнять роль – это одно, но мне кажется, что каждое произведение или участие в чем-то выраженном, в каком-то образе и наделенным смыслом, а не может оставить, ну, как-то равнодушным или без отклика. Вот вопрос ко всем. Ну, как лично для вас, я только на первом побывала Криго и Ова, не была ни на песнях, ни на «Экклесиасте», но вот, может быть, участие в постановке трилогии, какой отклик и, может быть, влияние оказало на вас, ну, на вашу жизнь, на ваше осмысление? Все-таки много вопросов поднимается, действительно, философских, разных, нравственных, моральных, политических, о смысле обытие. Ну, просто пожелание, если кто-то ответит, спасибо. Отражается. И, наверное, тот, кто бы не хотел в этом участвовать, он бы не участвовал вообще, как бы, не знаю, лично я в этой профессии, потому что вот есть эти вопросы, и если, ну, они ничего не пытаться узнают, то, наверное, нет смысла жить, поэтому нет смысла. Ну, в лице закончилось. Понятно. Отражается, наверное, да, наверное, у всех, но мне кажется, что все-таки эта профессия, я думаю, что здесь лучше быть, как полый бамбук, то есть если ты не будешь пропускать это через себя обязательно, но уметь это пропускать как сквозь. Сегодня тебе это нужно, ты достал что-то из себя, ты что-то положил, ты запустил этот поезд в этот зал, он к тебе вернулся, и ты его выпустил обратно, потому что иначе мы будем переполнены все время, и мне кажется, что это не очень хорошо. И это одна из сложностей вообще профессии, потому что, наоборот, очень легко на себя это все взять и ходить с этим. Но мне кажется, что это не совсем верно, потому что есть жизнь еще помимо. И иначе, естественно, оно пересекается, но мне будет неоткуда брать, я тогда начну брать себя из других спектаклей, например. У меня не будет опыта, я не буду жить как нормальный человек своей жизнью и набирать этот опыт, который потом я могу вкладывать в то, что мы здесь делаем. Мне нужно уметь это взять, отдать, принять обратно и выпустить, чтобы быть чистым внутри для нового человека. Ну вот я теперь совсем не знаю, что говорить. На самом деле, очень интересно. Каждый спектакль, он проходит по-новому. По-новому много открытий, вообще все растем. У нас спектакль идет раз в один или два месяца. И за эти два месяца ты уже другим человеком к этому спектаклю приходишь. И какой-то текст, он остается уже пережитым. И он не нов для тебя. А какой-то текст открывается вдруг по-новому. И вдруг ты понимаешь, ну конечно. И Максим говорит именно об этом сейчас, надо мной. И вот это здорово, это очень интересно. Потому что проходит год, два и так. А вот это я ищу. А вот здесь сегодня вот так вот Толя рассказал слова. Наконец-то у меня решилась в голове. Вот это очень интересный момент, относящийся к вашему вопросу. Ну это то, что мне хотел сказать раньше Сереже. Чтобы мы шли в гору по мысли, а мы опустились. Видите? Сейчас я поднимаю. Вы спрашивали нам лично, что это дает или нет. После песни-песни, так нет, начнем с Иова. После Иова всегда в голове вопрос. Вообще, а зачем вообще жить и зачем все это? Вот у меня лично. Ну так спокойненько, то есть без истерики. После песни-песни иногда вообще как-то очень грустно становится. Тяжело. Потому что там про любовь там вообще. А нет ответов вообще. А вот после Экклезиаста, несмотря на то, что он физический такой, физический спектакль, тяжелый, то есть он вообще классический, там вообще практически нет слов, и уж кукол тем более нет. Ну приходите, посмотрите, он в конце месяца будет. 30-го мая. Вот, да. Да, 29-го. 30-го. Как девушка билеты вывела. Нет, мы хотели купить билет 30-го мая. Хорошо. 30-го мая. Да. Плавно, да? Хорошо. А после Экклезиаста становится легче, наступает какое-то очищение. Вот у меня лично. И в моей жизни появилась вот с этими спектаклями Библия, она появилась как книга, с которой хочется спорить, размышлять и думать. А я вообще человек с университетским образованием, ну в смысле с естественным научным. То есть для меня, как бы, откуда... У страуса яйца я знаю откуда. Вот. И как лёд, и откуда там снег идёт, откуда там снег идёт или ещё что-то. То есть, да, вот с этими штуками. Ну, там, в Библии для меня какие-то, в простых словах, не казалось бы, банальных, детских вопросах, я для себя ищу какие-то более серьёзные вещи. Ну, просто вот так. Так он знает, почему он... Да ладно. Почему он не боится, что нога раздавит и... Не, я очень коротко. В самом деле мы спектакль играем не часто, раз в два месяца. Но сегодня мы впервые его играли после событий в Кемерово и для меня как-то... Я не думал об этом, идя на спектакль. И вот эти ассоциации, они были во время спектакля. То есть мой спектакль сегодня, моя игра, как-то... Вот именно сегодня было таким откликом и попыткой... Попыткой что-то почувствовать, что чувствовали люди, которые потеряли своих детей. Так и вот здесь, там, пару месяцев, ну, месяц, ещё лет назад. Спасибо. Да. Ну вот, если брать во внимание спектакль «Этузиаст», мы его играем, если не ошибиться, по-моему, уже седьмой сезон. Да, седьмой год. Тридцатого и тридцатого года. Тридцатого года. Вот. И, естественно, на протяжении этих семи лет в жизни происходят разные ситуации, и потери близких, и, не знаю, и приобретение, там, и у кого-то прибавление, и всё, и всё, всё, всё. В общем, да, естественно, это всё отражается на наших нас, как мы входим с чем? К вам. Вот в этих спектаклях. Вот, мы знаем. Да, отражается. Да, да, да. Это была Анастасия Грицай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот в Иове есть такие слова «Жена говорит мужу». Обычная ситуация. Жена, муж, да. Отхули Бога и умри. Ну, как бы, когда мне дали учить этот текст, я, в принципе, представить не могла бы, что я такое могла бы сказать. Ну, как бы. Вот. Но в актёрской профессии есть такой момент, называется «Актёр – адвокат своей роли». Да, то есть мы должны, ну, как-то оправдать, что с человеком такое произошло, почему он так говорит. Ну, как мы работали над таким материалом, потому что у меня было очень мощное сопротивление, например, написать песню. Если на «Экклесиасте» я вообще не понимала, что происходит, написать песню, я вообще поняла, что я не понимаю ещё больше, и я не хочу, у меня было, ну, но дело в том, что мой мастер всегда больше у меня в десять раз. И когда он что-то говорит, я ему в другой степени доверяю, и понимаю, что я пока ничего не понимаю. Но когда я начну работать, тогда вдруг всё станет так, как должно быть. и поэтому уже на книге Иова для меня это вот, ну, наверное, больше моё внутреннее. Мне очень, это самая моя любимая из трилогии спектакль. Наверное, просто легче всего здесь. Да, моё облах. Вот. Но сложно было победить какие-то свои, своё какое-то незнание ещё было. Свои какие-то, это же Библия, как это мы в театре будем это ставить, и, ну, вот это вот своё ханжество, само себя сбили. Ну, я к ней просто доверяю, что ты мой большому человеку. Руслан Андреевич подошёл и вот так всё. Здравствуйте. Я не играю ни в эклизиасте, ни в песни «Песни», я играю в книге Иова. Для меня это материал для внутреннего размышлений, для внутреннего, наверное, принятия той боли, которую человек испытывает на протяжении своей жизни, растёт, растёт, идёт всё выше, 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 испытывает какие-то опять страдания, проходит их и идёт дальше. Вот. Для меня, наверное, это тот материал, который делает меня как человека в первую очередь, потому что, мне кажется, артист, он должен, ну, это мой, на мой взгляд, он должен быть искренним и откровенным со зрителями, а чтобы быть искренним и откровенным со зрителями, надо быть искренним и откровенным с самим собой. И это тот материал, который помогает мне, наверное, какие-то моменты в жизни ещё раз переосмыслить все трудности и сложности, которые даются, принять какие-то достоинства и идти дальше и расти. Сергей Витцын, я не помню дословно, но смысл фразы такой, что вот актёр сыграл на сцене, и чтобы он там не играл, он пришёл в гримерку, снял костюм, одел своё пальто, одел шляпу, и он стал обычным человеком. То есть, как бы, что бы там ни происходило, то есть надо всё это отпускать, ну, мне так кажется. И чтобы наполнять себя действительно новым, и чтобы прийти домой и дома быть не артистом, а чтобы дома быть, там, сыном, и тем, кем ты являешься, там, папой, мамой, братом, сестрой, сыном, дочерью и, в общем. Вот. Да, всё. Спасибо. Спасибо. Вернее, на ваш вопрос. Я апеллирую к ответу, к звонку Руслана. Он сказал три слова. Просто было больно. Вот когда нам больно, что-то рождается. Понятно, что уже, когда что-то рождено, то возникает новая боль. И так та боль входит в прошлую, и вот такой комок боли. Наверное, так. Хотела бы поблагодарить каждого актера и всех, кто был причастен к этому спектаклю. И вопрос у меня такой. Какие были трудности, ну, вот именно, при создании этого спектакля? Да никаких, забрались. Врачи раз 800 сократили лишнее, поняли, не входит уже, не входит. Там были решения какие-то приняты? Нет, конечно, сложно, конечно. И текст разговаривается, чтобы хором попытаться этот голос осилить, что там подложить, чтобы не быть назидательным голосом, чтобы нести какую-то энергию света, нести энергию воображения, творения, именно как бы энергию бесконечного творения. Речь. Речь. Речь, да? Почему это так? Почему это так? Ну да, речь мой, да. Во многом. Особо... Я возьму на себя смелость высказать предположение. Я не участвовал в создании, но опять-таки здесь самое-самое главное в этой работе, это то, что режиссер был максимально к ней внутренне, может быть готов, но не до конца как знал ее, естественно, невозможно прийти и сразу сказать, ты, 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 ты играешь, вот это ты делаешь, вот это, ты говоришь так. Просто, к сожалению, Руслан Юрьевич был лучше всего, наверное, ответил на этот вопрос. Наверное, вот у артистов, насколько я предполагаю, почему Сережа так легко говорит, не было сложностей? Да не было. Были четкие задачи от человека, который хотел найти ответы на вопросы? Вот мы все приложили усилия к тому, чтобы разобрать текст, ну максимально, ну то есть особенно непонятные, там, старые слова разные, там, есть нюансы, да, и что пытается сказать, почему Вилдат, как бы, со своей стороны кажется прав, но потом вдруг переходит на обвинение, да, мы как бы разбирали, как идет этот процесс обвинения, с одной стороны, процесс защиты, и что бы ни говорил он, все равно кажется, что его оправдание тщетное, ну то есть там есть драматургия, в том смысле, что она заложена соломон, да? Ну там, правильно? А это не соломон, да? Да. А, ну ладно. Все, да. Ну вот и этот древний сюжет, который очень древний. Древний. Древний, древний… Древний… Усилия приложим, но не было, наверное. как у кого-то там во время создания песни, И порой, наверное, наступали такие моменты, что это невозможно. Вот потом притащили еще декорацию. Не, мы читали, читали, потом был отпуск, мы пришли, уже декорация стояла. И залезайте в дыры. Сдайте, в этом спектакле не совсем. Не совсем то, как все задумывалось, просто в этот раз и позапрошлый спектакль в комбинационную сцену, когда ее, ну, не знаю, из масляних сил пытается достучаться до небес, этот станок тоже. Не рассказывай. Ну почему? А, ну может быть, есть присутствующие, кто хочет сюда и на этот спектакль еще прийти. Вас ожидает... Сюрприз. Может быть. Ну, мы надеемся, что это все исправит и все будет работать. Я просто хочу, чтобы мы поблагодарили двух прекрасных барышней, которые сейчас тихонечко собираются, трех служить, да, трех прекрасных барышней, которые сидят вот по левую руку от меня. Это Яна Буртникова, Яна с нами остается, да. Это Мария Батрасова, Ирина Красченок и Анастасия. У меня короткий вопрос. Друзья ушли, вот, не смогли остаться, но они вот очень просили узнать, вот сейчас написали, почему вот этот момент с обувью. Вот просто очень интересно и непонятно, что вот режиссер хотел, вот сказать, обувь. После книги в самой этого нет, вот, и такой художественный ход, который немножко непонятен. А, реально? Положение, которое она, ну, одна из поток высказала, это, возможно, связь с конфликерями, вот эти вот кучи обуви. Да? Она угадала. Люди уходят и идут. Да, вот, был репортаж, в Польше есть такой городок возле, возле моря. И, не знаю, в курсе вы или нет. И вот на этой набережной, откуда отправляли корабли с евреями, понятно куда, спустя годы сделали такой монумент, металлические, ну, чугунные, чугунную обувь, вот таким рядом вдоль набережной. Я сразу тоже вспомнил, ну, Аушвиц, которому мы апеллируем, к этим образом, когда их раздумывали, прежде чем запускать газовую камеру, их просили. Ну, то есть, вы правы. Аллюзию тем, что вот эти люки в какой-то момент сквозь эти доски люков должен был на зрителя идти яркий красный свет, вот, и стук пытающихся выжить, спастись. У меня сейчас немножко было открытие, я вот хотел спросить, а в «Песне-песне» там уже тоже, ну, вот есть какие-то образы, да, сквозные, вот этот вот образ, там, хлеб разломочный, и обувь, она же тоже идет, да? Я же тут запамятовала, в эклизиасте есть, но в «Песне-песне» точно есть вот эти вот, да, сапоги, да, которые там, и, значит, и ножки вот эти вот голенькие, потом одевают сапоги, и потом выкидывают эти сапоги, то есть это тоже вот про то, или это два разных образа? Нет, это разные, там по-другому идет. Ну, ну, сейчас про сапоги от другого появляются, а не от того, что скрой свою, как бы, поэту. А тут другая, да, история. Спасибо. Вы перечисляете всегда одинаковые имена по плану, или это прямо здесь рождается? Просто сегодня было очень интересно. А последние имена были «Вера», «Надежда», «Любовь»? Там, я не знаю, все имена рождаются всегда в свободном порядке. Нету заданного какого-то правила. У каждого свои имена, каждый, опять-таки, в каждом спектакле, каждый, да и я даже, как артист, слышу и из-за собой замечаю, все вспоминают разные, там, люди и имена. Но есть, есть одна установка, что есть три имени, которые вы назвали, что они должны прозвучать обязательно. И желательно вот последнее. Последи последнее. Вот, да, это то, что вот я, как артист, знаю. Да, то есть режиссер вот эту часть. Чтобы возникла рифма. Отдал актеру это его пространство, где он может что-то личное сказать. Просто интересная групповая динамика, именно как начинает повторяться эхом Константин, Константин. Последние три-четыре должны быть вот те самые три имени. И желательно, чтобы они возникали у всех к концу. Это то, к чему мы стремимся в этой части спектакля. Я предлагаю, наверное, один вопрос, да, для обсуждения, чтобы... На котором мы, да, завершим нашу творческую встречу. Мы приглашаем всех в июне на спектакль месяца. Это будет как раз спектакль, в котором мы тоже разгребили. Это «Небо в чемодане» или «Цуцки в ночи». Приходите обязательно. Тоже будет творческая встреча. Надеюсь, с нами точно будет Максим Лудков. С нами точно будет, наверняка, Ирина Кривчона, которая убежала. Ну и еще... Еще Миша, который, да, не пришел, но в июне обещается обязательно исправиться. Это Миша, это который один из исполнителей. Да, вот, отрицательный персонаж. Ну вот сейчас я думаю, что если у кого-то есть вопрос, давайте мы его... Выслушаем, и мы на него ответим. Да? Часть про декорации. То есть, ну, как они создавались, кто их придумал в общем-то вот эту грандиозную установку, с которой все вылазят с разных сторон. Это было очень интересно, что происходит. Какие-то очень замечательные решения, уходящие отталкивают. Вот, ну, чья это мысль и дорабатывалась ли она постепенно со временем. У нас есть художник, художник нашего, главный художник нашего театра, Марина Завьялова. И они с Александром Ильичем работают в таком стандеме, в хорошем, у них уже много спектаклей вместе. Естественно, идея, наверное, я думаю, что все-таки идея подобного станка шла от режиссера, потому что режиссер обычно как-то себе представляет, да, пространство, в котором будет происходить его действие. Может быть, не до конца, но тем не менее. То есть, вот эта перспектива, уходящая вверх и вдаль, какой-то путь, какая-то земля, какая-то... Диво, с ними рассказывали, да? По поводу... Никому ничего не заставляли. Все, дрова и железа, все. Вот, и, естественно, ну, это всегда так и работает. Они вместе обсуждают, решают, как, что решается. Ну, здесь дальний, самый дальний станок отдан, как бы, вера, надежда, любовь, да, им, мир, горный, мир. Более недостижимый, верхний, верхний, да, мир, нижний. Из которого потом переходит, и как они меняются местами. Ну, да, когда они спускаются к живому, страдающему человеку. И только человек остается посередине между этими. Да, это есть, на планшетах, борющихся, провожих. Отхватывай, Дима, товарищ. Ну, что у вас нет микрофона. Переключали, давайте. Ну, в общем, да, и таким образом они вот с Русланом Ильичем, Мариной и Русланом Ильичем, они решили этот станок таким образом. То есть, я так понимаю, что актеры не участвовали в разработке? Нет, в разработке не участвовали. В других спектаклях... Так или иначе. Так или иначе, да, но здесь нет. Потому что здесь концепция декораций, она была уже нам дана, как бы, сразу. Мы что-то там фантазировали в этюдах, но мы не до конца еще себе это представляли. А потом уже появилась эта сцена, и какие-то находки, которые у нас были найдены на первом ритюбном этапе, мы попробовали их вставить сюда, как-то адаптировать под эту декорацию. Ну, она придумана специально и сознательно. И, ну, исполнена прекрасными работниками наших мастерских, и не только. И приглашенные друзья нашего театра тоже участвовали в его создании. Приходите на следующий, ну, в смысле, еще на наш спектакль книга Ивова. Вы кое-что увидите еще. Как, если вам интересно, как... Да, это декорация, что еще может... Это декорация, она еще кое-что может. Да, потому что обычно ко мне подходит зрители и говорят, как, как удается тебе вот это, не буду говорить, что, сделать? Ну, я придумывал всякие отговорки, фокусы, не раскрывая секрет. И зрители, ну, чтобы была интрига, чтобы они еще раз пришли, и пытались понять, как же он это все умудряется сделать. Приходите еще. Народные артисты, господи, ингредиенты России. Спасибо Богу. И вот еще вопросы. Я ехала из Севастополя, и я хочу сказать, что я еще, ну, перед тем, как собиралась ехать, я искала в интернете, куда бы мне пойти. И для меня было таким откровением, что вы играете по писанию, что в театре есть такой я верующий человек. И для меня было, ну, я правда, я восхищена. Спасибо большое. Там, где вы говорите от лица Бога о Его величии, так потрясающе. И я знаю, что, ну, эта книга, она не просто о страданиях, да, она о суверенности Бога и о том, что через страдания, мы начинаем, как сказал Лёв, я раньше слышала тебе, но теперь, ну, глаза открылись. Теперь я глазами с вами вижу тебя. Так здорово, спасибо всем. С вами почти всегда была Мария Батрасова, А вам дадут Яна Ботман, Максим Бушков, Игорь Чекальков, Игорь Курсков, и Сергей Беспалов, Алексей Бурьяк. Я напоминаю, что 24 июня вот этот замечательный два человека и девушка, которая была посередине, отдадут свой сольный концерт. Они образовали в стенах Большого театра Купа свою группу, она называется «Паргелий». Приходите, вот, они сегодня так много хоров говорят, потому что у них замечательная группа «Паргелий». Всех ждет 24 июня, перформанс в стенах фоевизма, да, будет? Вообще, это не перформанс, это просто поэтический вечер под музыкальное сопровождение. Вот так это будет выглядеть 24 июня. Всех ждем. Спасибо большое, что были с нами. Продолжение следует...